Друзья, всем привет! У нас сегодня первое число, первое апреля, и нам выкатили нового героя месяца, зеленая пятерка, Вер Цингеторик, последний правитель Гаалов. Думаю, люди в течение двух-трех дней научатся его уже выговаривать правильно, и будут, получается, его пытаться ловить. Хорошо, ну а мы сегодня попробуем сделать обзор на этого героя, хотя как, даже я бы не назвал это обзором, я бы назвал это мнение о герое, и ожидания от него, и какие-то прогнозы будем, да, делать. Потому что, ну, обзор героя, в моем понимании, это когда ты поймал героя, поиграл им, и тогда поделился опытом со зрителем. Вот, а угадывать, что он делает, и как он будет играть по описанию, это прохладная история. Но попробуем сегодня угадать, людям это заходит, попробуем. Значит, смотри, класс у него, боец, мастер битвы, навешивает кровотечение. Это идет в комплекте с его способностью, то есть новая способность в игре. Это выглядит она так, типа упорное сопротивление, когда герой накладывает на врага эффект кровотечения, все союзники восстанавливают ману каждый ход. То есть в конце каждого хода этот герой, за счет того, что вешает кровотечение на врага, дает прирост своей команде. И тут начинаются первые вопросы. Сколько этот прирост будет, да? То есть это очень важно. И немаловажно будет зависеть этот прирост от того, повешает кровотечение он на одного персонажа или на троих, например. То есть как он будет бафать ману при этом, да? Вот и все, на первом же навыке, короче, возникают вопросы. Ладно, посмотрим. Сопротивляется кровотечению. Ну, это его, короче, такой бонусом больше добавили, потому что не особо, короче, эта тема. Хотя есть те, кто реально кровотечение сопротивляется. Вот сейчас есть такие артефакты, например, которые там на четвертой эволюции, они накладывают очень жесткое кровотечение в конце каждого хода. Вот, и там очень сильный урон идет. Там по 300, может, короче, по 400 за ход. И вот именно в тех случаях вот это сопротивление будет работать. А в остальном оно так, поскольку-постольку. Хорошо, давай вернемся к статам. Значит, у нас 782 атаки, 751 брони и 1371 здоровья. Герой усредненный. Нам бы хотелось, конечно, чтобы у него здоровья было больше. Тут его чуть подрезали, но в целом ок. Значит, по эмблемам. По эмблемам будем качать, конечно, по описанию, где мы будем его ставить, защита или атака. Вот, но универсальная тема это качать его в атаку и в жизнь. Броня он там сам себе, там где-то плюс-минус, короче, до 800 дотянет, а то и больше. Хорошо, значит, особый навык счетчик ярости. Скорость маны средняя. Скорость маны средняя. Это при артефактах и отрядах небольших он заряжается с 9 камней. А если его супер-пупер нафаршировать и дать ему четвертую эволюцию, то при условиях он может заряжаться и с 8 камней. Хорошо. Что он делает? Он наносит 280% урона цели и ближайшим врагам. То есть лупит одинаково 280% по троим. И наносит дополнительный урон в зависимости от того, насколько маны эти герои заряжены, по которым он бьет. То есть если герои заряжены, ну я так думаю, это будет примерно, если герой заряжен больше, чем на 50 на 60%, они будут получать уже урон плюс 150. То есть 280 там плюс 150, это 430 он будет лупить. Я так думаю, этот урон будет отличаться. То есть вот если там 3 героя, один будет больше заряженный, он по мане, он больше пиздюлей получит. Тот, который будет меньше заряженный, он меньше получит. Ну хотя могут и все трое одинаково получать. Вот, посмотрим. Узнаем, как говорится. Потом дальше. Значит цель и все ближайшие враги получают урон дотом, да? То есть дополнительный урон 416 в течение 4 ходов. То есть это где-то по соточке дополнительного урона травлением в конце каждого хода на протяжении 4 ходов. И этот урон будет увеличиваться в зависимости от того, сколько вы эмблем дадите. То есть эмблемы накидываете, там ну будет не 416, будет там 600 например. Вот, но это неплохо. То есть еще дополнительно медленно будет его травить. И вот еще последняя коронная тема его. Это все враги теряют 60% здоровья при исцелении на 4 хода. То есть в течение 4 ходов он осаживает на 60% возможность получить полноценный отхил. Вот, хорошо. Значит теперь давай подумаем где вообще его можем использовать. Что нам его дают навыки. Потому что типа на первый взгляд герой такой лоховской. Такой, знаешь, какой-то грязный чувак. С каким-то бронзовым или вообще деревянным мечом и щитом. Вот. Ну смотрите. Значит первое что приходит в голову. Это то что ну нужно понять сколько он будет бафать манны сопернику. Ой сопернику. Союзнику. Нанося урон. Потому что смотри. Если мы берем его например в атаку. И прокидываем по сопернику просто тупо камнями. То есть мы прокинули камнями. Повешали на соперника на врага кровотечение. И вот тут нужно понимать сколько он будет давать дополнительный прирост манны. То есть если допустим там одно кровотечение там дает там какой-то там 2% например. Там на троих повешал там уже 6% будет. Да. То есть вот это очень важно понимать. И от этого будет зависеть его имбовость. Ну вот точно так же он будет например стоять в защите. То есть там на левом или на правом плече. То есть вот он с руки тюкнет. Повешает кровотечение. Он повешает на одного героя. Да. То есть ну в любом случае только на одного. И сколько он при этом будет бафать манны всем героям в защите. Это очень важно. Потому что герои которые будут стоять в защите. Они будут быстрее заряжаться за счет этого. И тоже будет как бы соответственно оценка ему за счет этого. Вот. Ну и то что как бы он осаживает всех врагов по возможности отличиться. Да. Это мы знаем. Это будет хорошо работать. Вот в тех случаях когда например стоит по центру Морриган. И на плечах там какие-то пару хилов. Еще хороших. И по краям стоят 2 кукулькана. То есть этот герой будет контрить такую команду. То есть он потому что Морриган она не снимает. Да. Она стоит по центру. Она не снимает эффекты. Там она не снимает. Седна не снимает. То есть лечение. Да. То есть и когда получается этот герой ультанет. То есть соответственно кукульканы перестанут работать. То есть их неэффективность снизится на 60%. Это очень круто. Прикинь если бы он вообще был бы на высокой скорости. Хотя у меня есть герой который блокирует на высокой скорости. Вот там пушка вот что он делает. Вот. Но этот герой он как бы его нужно обязательно его по здоровью качать. Вот я бы его именно реально и по здоровью и по броне бы качал. Вот я его буду ловить. Ну как минимум короче на 4 эволюцию буду его доставать. Я буду его качать не в атаку. Лично я. Ну вы будете делать как вам удобно. Потому что как бы урон у него тоже неплохой. По троим ну окей. Вот. Значит давай подумаем где мы его можем применить. Значит это герой на мой взгляд исключительно пвпшный. Это защита атака на войне плюс шахты. Да. Вот. А использовать его на титане и использовать его на событиях нецелесообразно. То есть. Ну он никакой. Ну. То есть как бы да урон средний. Как бы. Но есть герои гораздо получше. Вот. Значит если отталкиваться от пвп. И вообще. То есть герой месяца. В чем его плюс. То есть это его доступность. То есть его доступность поймать каждому игроку. Даже не донатящему. Вот. Ну а те кто донатит. Возможность просто поймать его. И прокачать на 4 эволюцию. Где он будет работать еще лучше. Вот и все. То есть еще лучше работать на более высоких уровнях игроков. Вот и все. Ставлю этому герою оценочку 4.5. Ну да. Вот так вот. То есть не имба. Но очень такой классный. И выше среднего игрой. Вот. Ну а на этом у меня все. Если вам обзор был полезен. Ставим лайк. Подписываемся. И увидимся с вами позже. Пока. Пока.